итак возник вопрос да к чему цеплять вестеральную терапию да если вы напишите своих услугах что вестеральная терапия да в принципе люди могут на это обращаться ради этого но как бы те кто понимает что не какая-то проблема с каким-то органом чаще всего люди про это не знают и не обращаются поэтому вот сеанс есть просто массаж да люди понимают не классическому саж делать он не знает что есть много разновидности да есть много направлений не смотря какую проблему мы решаем а когда он уже придет вы его начинаете изучать вы говорите молчи я лучше знаю вот вся проблема из-за этого из-за этого то есть он жалуется где-нибудь там плечо-опаточная зона а на самом деле проблема где-нибудь там в тазу да или вот как вы говорите снова помните да так она на самом деле есть то есть от ног вот даже скажу конкретно от стопы и от положения большого пальца ноги влияет на атлант от вам да а это влияет соответственно на мозг и прежде всего у нас в теле есть мозг головной он соединяется напрямую и он же там не вакууме находится где-то не в воздухе а он в таком кожухе в этом кожухе есть жидкость ликор называется да то вот есть воздействие на ликвозу ликвоза есть своя периодичность перетекания крайне у сакральной терапии про это говорит он говорил да сакром это вот крестец кранего сверху то есть вот это перетекали туда-сюда несколько микро атмосфер давление меняется да и у человека соответственно влияние на погоду уже метеозависимости там хронические какие-то усталость бессонница что-то еще на головные боли данного герения почему-то виски начинает болеть и так далее все зависит вот от этого ликвора ни в коем случае нельзя чтобы туда попали какие-нибудь извне микроорганизма вообще ничего не пускает вирусы туда не проходят за ничего не проходит поэтому уколов позвоночника не очень травмоопасно потому что любой там буквально несколько там миллиграмм чего-то попадет да это уже сразу токсическим является для этой системы я вот не понимаю немножко когда берут пункцию мозга это за протекали только кусочек от мозга там не имеет это откалываю до спинного мозга на тоже практически травмы на всю жизнь потому что там как-то все это залечит конечно организм но последствия обязательно будут у меня у девушки болела спина и положили в больницу и сразу же рефункцию мозга и теперь у нее вот уже сколько лет 20 прошло постоянно болит это место в спине зачем-то делали я честно не знаю мы поступаем безопасно потому что у нас так называемые консервативные методы лечения и вот есть остеопатия такая глобальная наука американцы запатентовали туда входят все и мануальная терапия и крайне сакральная терапия и кинезиология и там разные другие методы они долго выбирали как назвать назвали в принципе кость его по-гречески это получается кость дословно сюда и патия это болезнь и заболевания патология патология патологии получается то есть чем заниматься болезням костей ну естественно имеется ввиду там и связок и суставов но вот у меня называется по-другому моя терапия она состоит из трех слов уже ости английский так есть ось до вертикали то это бог теософия теология можно слышать такие слова терапия это лечение дословно лечение божественной оси но во первых сразу понятно да что мы не болезнь мы занимаемся лечением уже как бы мы отгородились чисто психологически до умозрительно от вот этих проблем то есть мы не знаю как бы не копаемся в проблему да мы занимаемся восстановлением всего человека и тогда получается что это за ось во первых ось позвоночная вдоль которой крепится все ребра там до нервное окончание идут от мозга внутренних органов руки там везде это визит как должна соблюдаться да если визит они соблюдаются человек начинается там сколиоз это что это же плохо начинает его продавить данным внутренних органов это какие-то сосуды там передаваться меньше питания получают сразу это не сказывается но с годами потихонечку но начинает атрофировать какой-то орган то есть желудочно то селезенка то почки там начинать страдать то есть значит первых чем мы занимаемся выбираем физиологические проблемы у человека в мышцах спазмы натяжения перерастяжения и далее далее выстраиваем скелет чтобы он был ровно вертикальный ну соответственно симметричный это прежде всего таз нарушен таз значит нарушено кровообращение в малом тазу получается да сдвинут таз вниз значит давление идет на колено до колено начинает к нам 50-60 уже артрозы начинаются в каком составе до соответственно сидит уже не ровно не ровно сидит уже не ровно тут иннервация конского хвоста она влияет на малый таз если и наоборот то есть что внизу если стопа плоскостопия до соответственно до начинает доворачиваться до разворачиваться бедро на ту сторону до начинаете с 1 метр развернуться значит другой перерастянута уже спазм в другой glitter получается по диагоналида если таз разворачивается то вперед тогда подворачивается вперед это завернут назад надо стопами разворачиваются назад алка на приходил парень увидели да у него всего лишь шестой позвонок один только что позвонок зачем повернут да у него это сказывать на том что он ходил и стопа разворачивать вот насколько влияет вот мы выстраиваем эту божественную ось таким образом мы все как бы восстанавливаясь организм но если развернут позвонок например может говорили зонда у нас на схеме вчера показывал да отвечающий за конкретные органы развернут например вот этот позвонок до 1 грудной значит страдают почки значит где-то там идет тяжи там тоже из фасции внутри в брюшине до страдают например почки до или там тонкий кишечник значит нам надо восстановить еще тонкий кишечник и также наоборот психосоматические у нас может не из них позвоночник и проблема а проблема идет в брюшину какие-то там связки органы что же не просто висят они на каких-то связочных на каких-то держится там как-то да там тоже все переключено все сжато и соответственно спазм внутри влияет на разворачивание позвонка то есть мы мануальной терапии как как мы обычно думаем а эти подправить позвонок ставил да а у человека повтор идет лицидив до через месяц через год там у кого-то через через неделю бывает да почему потому что здесь не убрана проблема не убрана здесь и тогда мы человеку объясняем что как кости влияют на внутренний орган так внутри органы влияет на кости тогда надо будет проработать уже здесь получается цепляются и влияют на все у меня например конкретно меня язва желудка да он влияет на 5 6 позвонок соответственно я сразу чувствую боль в пятом планке но это я уже опытная логически понимаю да значит по сути надо желудок полечить ну и так далее потом здесь же находится кроме пишем а пишешь находится еще висцеральный мозг третий мозг у нас оказывается есть который мало кто знает врачи про это вообще отвергая дорогая что ничего нет на самом деле уже давно доказано например лет двадцать пять назад доказали что питерские наши ученые что по количеству нейронов соединений нейронов да и синапсы вот эти вот стыкующиеся и связи до нейроны в брюшине в тонком вот этим тонких слоях они равны количеству синапсов в головном в этом коре головного мозга вставлять а собственно говоря мы думаем это кору головного мозга не все не весь мозг отвечает за мышление а именно кора головного мозга это что получается тут у нас второй мозг ну третий да получается мозг в основном отвечает за синаптическую нашу систему а этот мозг как бы самостоятельный и как мы с ним договариваемся как наш верхний мозг договориться с этим мозгом а по сути никак мы не знаем этого да но уже проведены исследовали ну например к толстому кишечнику у него своя собственная разумная система ему идет от головного мозга плавающий нерфа очень а в перерубить да что получится мы не сможем что толстый кишечник не будет работать что ли а он отвечает за все засасывание засасывание полезных элементов до того кухню лимфоузлы находится за выброс всяких нечистот он отвечает это глобальная чистка нашего организма да причем он самостоятельно думает когда пойти в туалет когда включить работу там подсасывающих всяких там соков да когда выключить работу когда этот анус надо сжать чтобы ты там в дороге не обкатываться грубо говоря да или вот сидим мы на конференции на какой-то да а он жестко приперл в туалет да или мы не дай бог нас сегодня уступаем ну что ты нет ну грубо говоря извините не посредишься туда при людях он это понимает пока этот мозг отвечает за речевую функцию зазрительную там ты что-то показываешь на доске он без твоего внимания соображает что надо потерпеть там два-три часа пока ты это пока идет работа да потом будет пауза потом сходишь туалет хотя ей богу проверил это на своей жизни у меня ну видим биологические часы так работать это примерно в 11 утра я обычно ну там пока встану по завтра дела к 10 утра я иду по большому в туалет и тут у меня появилась работа мне надо было к 12 добираться на работу то есть где-то в 10 выходил до 12 ехал на работу и вдруг заметил что а нету позывов не хочется в туалет из 10 до 12 еду не хочется приезжаю в 12 проходит там полчаса туда-сюда пока там сел приготовил рабочее место да вот тогда идет позыв большего в туалет я понял блин тоже мозг соображает брюшно без без моего ведома без головного мозга он знает что надо перетерпеть да надо как ты там не знаю сжаться надо что-то еще нам сделать до чтобы не пошло интоксикация чтобы не пошло самоотравление организм когда у тебя там все бурлит в животе да при этом даже он думает о том что лучше сходить в туалет на работе они дома потому что за это время на работе тебя оплачены грубо говоря да и туалет на бумага тебе бесплатно откуда он это знает а вот как-то он об этом знает понимаете ну это это как бы шутку говорю да на самом деле каждый внутренний орган у нас вибрирует мы все живем в мире вибраций и эти вибрации они они формируют наше как бы воздействие с внешним миром с окружающей средой то есть тут расположены во первых чакры 7 чак вы знаете да 97 основных которые там с востоком пришли 7 находится как бы над головой они отвечают за наши аспекты в жизни разное проявление в жизни ну например там чакры ниже пупка да про которые все время говорю это чакра нас массажистов нас тех людей которые ручной работы занимаются до повара там столяга они все возле это возле этого места все готовят анахата сердечно чакра 4 получается она отвечает за какого-то духовное восприятие да то чтобы как-то творить как-то там любить вот у матерей хорошо на развита у которых маленькие дети на расстоянии чувствую своего ребенка причем на расстоянии нескольких километров это не то что там два метра до километров они чувствуют что с ребенком что-то случилось вот матери солдат например да солдаты там воюют бог знает где за тысячи километров они чувствуют его переживания что там с ним происходит даже такой степени доходит художники это хорошо то не рисуют на этом уровне да вот они это часто у них развита потому что они рисование и художественное произведение это две разные вещи да и слушать и графически ты схематически как принтер там чуть нарисовал да а вот когда художник воплощает что-то да вот как картина леонардо да винчи джаконда да ну вроде что там ну портреты портрет их сколько этих портретов по нарисовано да но нет когда вы придете его и увидеть не в журнале а в живую почему там толку ли собирается столько сотен лет потому что другая энергетика не ведет то же самое андрей рублев я хотел смотрел на его троицу до три ангела дорог там сидят на столом я чувствую энергетику когда он-то бухнет когда нарисовал а энергия в картине есть это все вот это чат отвечает он напитывал этой чатой почему иконы не могут рисовать кто попал специально посвящены люди которые вот развили себе вот эту духовность человека горловая отвечает за аспект проявления но как я говорю как учитель да как актеров у поэтов там у сценаристов ну в общем люди разговорного жанра певцы там головная чакра который находится между двух половинах мозга в шишковидной железе отвечает за ясновидение предвидение за такие стратегическое планирование там на несколько лет даже да они могут хотели за другого человека даже это увидеть спланировать не только за себя но это часто верхние это связь с духовным миром так вот энергия нам дана безразмерно который входит через нижнюю чакру кундалини на входе да она наполняет все эти основные чакры и уходит вверх соединяя нас с богом это бесконечная энергия это вот кто называет там энергия c энергия китом чину на разных языках по-разному эфир до прана все парады называют она есть я его реально чувствую не надо в этом сомневаться на это многие говорят что люди говорят но она есть она ощущается и и вот ей пользуются экстрасенсы я не пользуюсь при настройке чакр и всего организма до снимается энергетические пробки налет и настраивается все это находится в ауре и чак это правильно сказал 9 еще из ключевой чакры до формируется крест но на самом деле всякой больше во первых они на каждом суставе находится в каждом пальчике находятся вне тело человека человека вы этим чаками вписан в некоторую матрицу пространство вот так рисуется еврейская звезда давида да на самом деле это два треугольника пересекающих это проекция меркабы то есть этот этот райдер на самом деле объемные которые ставлю друг друга и они имеют свое свойство вращения да если они вращаются если мы сможем их завращает то фактически человек может переходить в параллельное пространство он может мгновенно исчезнуть здесь и оказаться в другом совершенно месте как в нашем мире так и другом мире он для него уже не трехмерный мир существует а более многомерный пяти-шестимерный так вот почему настройка остеотерапия потому что энергия у нас из-за искажений в позвоночнике там орган больных она начинает уходить и напитывать какой-то орган до страдает орган образуются опухоли злокачественная или она просто уходит и исчезает наше тело через плечо когда-то ушла и все нет и да пусть выше человек не развивается он превращается в животное у него работает только там допустим поезд поспать потрахаться то есть и первичные вот эти вот потребности да ну не развиваются духовные потребности согласно с пирамидам масла если знаете масло да то есть нижний нижний слой самый широкий пирамидам масла этого потребности бытовые тебе надо там что-то очень холодно поесть да пока ты не насытишь свой голод тебе не не заботится над того что сверху находится чем выше до другой стороны там там выше зона комфорта зона защиты там ну то есть мы должны быть в тепле в семье там с близкими дарю землянам комфортно а их надо защищать там социально на них всякие нагрузки до кредитные нагрузки кто-то там бандит какой-то пришел там до мол что война началась ну и так далее и только на самом верхнем уровне человек становится духовным как ну так скажем полубог да он готов свыше давать ниже нижним всем слоям любовь знание да он как он пророк да он слышит получает сверху энергии то есть уже не мы отдаем а уже оттуда направлять энергия идет уже вниз систем работает как вверх так и вниз понимаете если мы понимаем вот эту пирамиду маслу а в принципе все общество встроено в эту пирамиду да то мы развиваемся мы будем мы более гармонично существует и что происходит с человеком во первых у него энергетически может быть разрушена ауру она откусана как яблоко до кусок здесь откусом кусок и культура вкусный тему еще и на гитиха и он недополучает что-то от жизни почему нового не до получает и причем во всех аспектах и финансовом дать любви и в семье и вообще не с людьми у меня проверяли а вот такую на 3d у меня нижняя часть ниже колена как вот отгрызла практически усохла яблоко а почему я потом напомню скажу почему яблоко и действительно прошел это мне ауру снимали где-то лет пять назад да и сильно проходит пару там только лет и у нас начиная страдать ноги когда столпы иннервация идет такой боли что я не выдерживал боль я прижигал там сигарету и эту мышцу чтобы хоть как-то отпустила ничего не помогает не уколы и массажа ничего потому что причина другом потому что причина разрушение ауры идет далее каури может присосаться какая-то сущность реферальная ну кто как называет там джинн инкуб лярва там очень неважно это много они могут конкретном угодно присосаться да и у всякого туда энергию вот так тоже можно устранить убрать эти сущности у некоторых людей их было настолько много помню там причину про иисуса он спрашивает сколько в тебе а бесноватого к нему привели до без там вот один сидит он спрашивает как имя твое имя легион это легион на сколько тысяч тысячи там сидел в одном человеке старается но шизофрении кстати да это тоже подселение сущности там может быть шизофрения одна существо может быть и 3 и 6 и 10 вот это все происходит если нет этого стержня если внутреннего стержня когда я работаю с человеком я вам объясняю что вот мы тебе все настроим когда мы это настраиваем получается что у человека блин вот неожиданно делал массаж а у него 20 по работе все хорошо стало получаться и начальством договорился и заказчики пошли да и в семье все гармонизировалось понимаете это все влияет получать на судьбу поэтому назвал это массаж судьбы и когда человек понимает это все приходит на другую процедуру совершенно эта процедура уже длится не там 15 или 30 минут процедура уже три часа длится понимаете пока все это настроить причем работа с энергией она с меня вот я тоже потею не меньше чем от того что я физически работаю причем даже на этом уровне в итоге получается смотрите как психоз психосоматика на сама тело тихо это наша психическая энергия психическая энергия по нервам перетекает не путайте с духом есть еще дух у человека это другое вот психическая нервная энергия перетекает сюда блокирует какой-то орган например там желудок страдает позвонок и соответственно рядом с позвонком другие находятся не эти мышцы нервы бежевая невралгия развивается сердечная аритмия развивается потому что все близко дает грудной отдел и так далее то чтобы побывать сердечную аритмию оказывается надо работать с желудком это как пример просто да но если желудок не до получает энергию извне ауру отгрызленно ли там что-то еще до не доходит тогда надо нам работы с энергией это уже другой смысл нужно много настраивать потоку формировать ауру то есть восстанавливать ее чтобы она это же аура на защищу и защитная чтобы она защищала человек защищает этот орган вот и получается что влияние извне работает на орган который на влияет на психоэмоциональную функцию психоэмоциональная функция значит он опять психонул область психосоматики вам скажу они области они делятся вот так страхи у нас садятся вот на плечи и шеи и тучи надо втягиваем когда боюсь тут соответственно конки мышц здесь вот зона ну так грубо говоря лопаток это нерешенные проблемы которые тянутся там где-то вот еще есть там может быть из детства с родителями да может быть с кем там пособились на прошлой работе с начальником а вы уже две работы сменили а до сих пор оттуда тянется эта мысль до зона селезенки печени и желчного пузыря это зона ярости злости либо проявлено не по ней не проявлено говорят человек желчный да это желчный вытекает человек желтеет вот как будет если прочитали там достоевского такие льва толстого там эти сервины используются современными используются желчный человек гневливый но это гнев выражается тогда что получается такой про психоэмоциональную функцию отсюда пошел гнев сюда от мозга он опять разозлился сжался да спазм отсюда передался в поясницу поясница зажала мышцы мы спазм отличается от стресса отличать спазм тем что стресс-то прошел а мышцы остались зажаты получается микроспазм один и другой накладываются слоями и сдавливают позвонки позвонки сдавились они сдавлены несколько лет несколько лет выдавливается во-первых питание меньше для дисков межпозвоночных диск иссыхает и выдавливается грыжа вот и получается грыжа наша первая причина была в другом кстати вот слову скажу что 80 процентов грыж образуются в пояснице не зато что там дернул или сломал или упал дано травм добывают конечно а именно за стрессов это многократно многолетние он человек стрессует стрессусь весь позвоночник он еще при этом статические позы занимаются время сидит вот так и это еще больше нагружает позвоночник вот отсюда грыжа вылазит то есть это долговременный планомерный процесс идущий извне и так же это работает и наоборот если мы то есть описал процедура да извне в нас вошло и также наоборот если мы позитивно до без гнева у нас желудочно-кишечный тракт и висцеральный мозг работает нормально то это формирует энергетические наполненность аура наполнена и соответственно у нас все оздоравливается обрубается вот эти вот связи автоматически обрубаются обрубаются связи бактерий и вирусов вирус это вообще программа это микро программа который подстраиваться к нашему днк и и это и меняет паразита да и меняет наши блин к оказывается позитивное мышление она влияет на то чтобы ему на систему сработал и против вирусов обрубается связи в днк в клетках в клетках поставить чтобы эти вирусы нас не программировали а нас вот эти глисты и всякие они нас программированы они программируют даже нас наш мозг вот поэтому это все называется не остеопатия остеотерапия то что мы проходим теперь да ну соответственно вибрации внутренних органов все вибрируют он сказал атом потом вирус клетка электрон вибрируют ну все вибрируют воздух вибрируют я произношу моя речь вибрации дает вибрации и слова они определенный код несут в себя за счет амплитуды чистоты и так далее все вибрируют и соответственно каждый внутренний орган вибрируют и передает информацию в висцеральный мозг который дает сигнал головной мозг а головной мозг это дешифратор это компьютер который мы дешифрируем говорят над ним сидит еще некоторая я которая управляет вот у нас ребенок думаю что я это вот я да я погладил по головке меня мама любит меня кормят и так далее человек вырастает он уже познает понятие душе я это вот где-то в душе душа в пятках душа там попе решает ну где-то человек еще взрослеет институт уже пошел тогда он думает разумный человек хомо сапиенс не зря он же все понимает мозгом мозг это сознание думать я значит это сознание осознание где находится в мозге карлоса кастанин почитается он говорит сознание находится где-то метр от этой точатки примерно возле крестца метр назад там сознание находится ну вот как-то по-разному на самом деле сознание действительно это некоторый аппарат это именно я который всем этим управляют это все скафандр который нам дан ну и космический корабль для жизни здесь в нашем трехмерном мире мир гораздо многообразно чем мы себе представляем его глазами и нашими пяти органами чувств так вот есть 6 орган чувств которые говорят когда ты разобьешь ты поймешь язык бога да это начнешь понимать чтобы разговаривать это интуиция пока говорят еще что-то такой 5 . чувствую кто-то говорит а я у меня под ложечкой сосет кто-то говорит а я как там чуйка чуйка у меня да какая-то вот по разному производству не понимает где это а это все как раз этот мозг висцеральный получать информацию вибрация пошла откуда звание дошла допустим до мочевого пузыря мочевой пузырь отвечает за связь с чужими людьми вот нас обещали познакомить например на очередке с кем-то человек нам подходят между нами 20 метров до ночевой пузырь чувствует его вибрации свои вибрации с измеряет их в одном они этом ритме работать или нет резонирует или нет и он уже понимает так этот человек ну наверно он какой-то тем не стоит с ним иметь дело до человек подходит ближе чуть-чуть вибрация изменилась и мы чувствуем что может быть с ним в разведку я не пошел так пару дел может быть можно поиметь с ним да еще сейчас ближе подходит уже думаешь так может очень здорово так холодно просто поговорить и все типа знать не знаю да и тут он подходит уже между вами метр тогда вы здороваетесь и ты понимаешь вибрация дошла окончательно ты понимаешь что до нормально приятно человека можно с ним что-то там совместное там предприятие какой-то организовать например да вот и это потом передается в дешифратор в мозг вот понимаете поэтому когда мы делаем стиральный массаж живота честно будем на практике делать то мы не только убираем спазмы не только влияем на позвоночник расслабляем мускулатуру до брюшную плоскую этому скоро мускулатуру но мы еще и формируем судьбу человеку начинается гармонично работать а что такое гармония вот уставим изначально рисовал это дисгармония года энергия пошла сюда только работают сюда рыбу заворачивать тут дуб присосался там там запору в туалет хочется как человеку жить кишечником бывают ленивые понимаете он я вам больно кишечник не показывал там такие язвы такие наросты там карманы образуются вот такие где каловые камни и мы вносим с собой взрослый человек старше 36 лет до 6 8 килограмм носит себе этих камней каллы представляете фекальные слизи там всякие массы плюс глисты это куда это все здесь зачем с собой носить это с паразитом глисты